В Подмосковье начался сезон клещей. Медики фиксируют уже более 3000 укусов. Клещи могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, в частности энцефалита. Специалисты рекомендуют защищаться от кровососущих, плотной одежды, репеллентами, а после посещения лесов, озер, рек, травянистых парковых зон внимательно осматривать себя. Врачи советуют не извлекать клеща самостоятельно, а обращаться в больницу. Часть пациентов не обращаются своевременно, они самостоятельно удаляют клещей. И потом уже приходят, скажем так, уже спустя несколько дней после этого события с разного рода вопросами. И, пользуясь случаем, я хочу всем предложить строго следовать определенному алгоритму. Он заключается в следующем. Первое. Если есть возможность доехать до травмпункта, до нашего травмпункта, он у нас работает круглосуточно, он расположен на базе районной поликлиники, вход со двора нашего больничного комплекса, то самый правильный вариант – это приехать в травмпункт. Дело в том, что при самостоятельном извлечении клеща очень часто он повреждается и выбрасывается вообще. И у нас пропадает возможность исследовать клеща на предмет его инфицированности вирусом энцефалита. Это очень важно, потому что, в зависимости от того, является клещ носителем или не является, и наша тактика в отношении пациента, она отличается. В Подмосковье наиболее опасные по клещевому энцефалиту Талдомский и Дмитровский округа. Сергий Вапасадский округ специалисты не считают эндемичным, но терять бедительность не стоит.